Сегодня президент Киргизии выступил с пламенной речью, речью патриота, ведь сегодня юбилейная дата, 30 лет как кыргызский язык стал государственным языком в Кыргызстане. Его речь по этому поводу в национальной филармонии города Бишкека, она изобиловала фразами типа «приумножим», «воспитаем», «сохраним» и так далее и тому подобное. При этом Жиенбеков не забыл упомянуть, что русский язык остается межнациональным языком общения. Так чем же пламенная речь Жиенбекова отличается от пламенной речи Такаева по этому поводу на тему развития родных языков? Первое и самое главное, то что Такаев заявил, что казахский язык должен стать обязательным для госслужащих. Жиенбеков слово «обязательное» не использовал в своей речи. Второе, это то, что Жиенбеков ничего не говорил о переходе кыргызского языка на латиницу. Как будто этой проблемы совсем и нет. Но мы ведь не ленивые. Полистали новостную ленту чуть-чуть назад и находим новость о недельной давности. А если точнее, от 16 сентября 2019 года Жиенбеков встретился с председателем национальной комиссии по государственному языку Назаркулове и Щекеевым. Цитирую слова Жиенбекова. «Культурный и научный потенциал нашей страны достиг определенных успехов в условиях, когда он опирался на кириллицу. Не тратя время на лишнее обсуждение, мы должны использовать имеющиеся возможности для достижения поставленных целей и развития». То есть Жиенбеков отметил, что нет никакой необходимости перехода кыргызского языка на латинский алфавит. Поэтому Кыргызия на сегодняшний момент остается последней тюркской страной, которая не будет переходить на латиницу. Спасибо за Ваше внимание, спасибо за Ваши комментарии, за Ваши лайки. Подписывайтесь на мой канал и до новых скорых встреч!